То есть сначала сделать волевым движением определенный рисунок, а потом его разрабатывать. А можно идти совершенно интуитивным путем от куска, как это он и делал. То есть работать по интуиции. Я учился у профессора Угарова, который был президентом Академии Художеств в свое время. И они с моим отцом на эту тему спорили, что это типичная дилетантщина. Что так может любая домработница, как Филонов. Но дело в том, что почему-то домработниц много, а Филонов один. Вот странность. И почему это так происходит, непонятно. Значит, вот не всякая домработница может таким путем такого спонтанного и интуитивного движения, фиксации движений души своей. Я думаю, домработница не хватит просто интеллектуальных способностей это осмыслить. Да. Нужно же образование какое-то. Хотя, все на исключениях может быть построено. Нагадо. Кто-то, может быть, скажет, что это рукоделие. Что тут не решается каких-то энергичных проблем. Это я просто в фазу рукоделия попал. Да. А вот ведь образ-то уже создано. Да, но ведь дело в том, что не все секреты я раскрываю. Например, я ведь могу завтра это все и уничтожить, а сделать иначе. Или, например, я буду вводить еще какие-то элементы сюда. И что, пропадет вот эта рукоделия? Она не пропадет, она останется частично. Или будет заменена чем-то другим. Но может и пропасть. Я всегда оставляю себе, так сказать, какие-то... Я никогда не говорю себе, что вот это окончательно, а просто работаю и все, как мне подсказывает чувство. Пока я чувствую, что лучше становится или хуже становится. Вот я смотрю, что вот тут появилась какая-то более или менее живописная ситуация в связи с этими теплыми и холодными полутонами. Появилось мерцание. Вот его не было мерцание, была заглушка. Но теперь появилось легонькое мерцание. Мне это почему-то напоминает вводную ряль какую-то уже. Да, да, что-то появляется. Казалось бы. Может быть, ты и не одобряешь этого, то, что я делаю сейчас. Но вот, по крайней мере, я пытаюсь как-то внести холодок сюда. Вот этот цветотоновой. Ты хочешь, конечно, даже что-то, так сказать... Вибрацию. Ну, так ли это будет или не так, трудно сказать. А вот то, что я какие-то слова вставляю, тебе мешает? Нет, не мешает. Я просто думаю о том, что я сегодня прочел, что о модернизме, что значит оторвать краску от предмета. То есть, фависты, вот было движение дикие во Франции в начале века. Вот. Они сделали решительный шаг в том плане, что они цвет оторвали от формы, от предмета. То есть, оторвали предикат от субъекта. И цвет стал доминирующим и главным действующим лицом. То есть, он сам стал субъектом. Вот. И тем самым разрушилась форма, которая на протяжении многих столетий доминировала и являлась главным. Ну, а вот отрыв цвета от формы, по-моему, это уже, так сказать, переход в другое вообще содержание. Это уже не рисунок. Да, цвет стал содержанием. Содержанием картины стала не какая-то драма какого-то писательского такого плана, повествовательного. А содержанием картины стала драма цветовых столкновений, борьбы цвета. То есть, цвет стал главным действующим лицом. Ну, по-моему, это тенденция сейчас во многих, у молодых художников и прослеживается. Да. Может быть, это от того, что они просто не владеют формой. Есть такое? Они недостаточно научены. Насчет того, кто как владеет формой, тут, я боюсь, действительно очень многое и утрачено. Но дело в том, что вопрос даже не в том, что многое утрачено, а в том, что уже как бы для современного искусства и вообще вопросы самой этой живописи стали неактуальными. А все это уже перешло… Ну, вот обычный человек, собиратель или, так сказать, коллекционер, а может быть, просто зритель. Что же он ищет сегодня в картине? Почему же все-таки никогда, я думаю, интерес к художникам, к тому картину не пропадет, скорее всего? Конечно, прежде всего ищут личность. Вот. Если раньше в классическом искусстве искали картинку, изображение, теперь ищут личность. То есть, с тех пор, как вот философия повернула контропоцентризму вот к этому, начиная со времен Декарта, когда мир опротинулся от объекта к субъекту, то вот и главным стал внутренний мир художника. Вот. Ну… Ищут личность современные искусствоведы. Что-то неповторимое и оригинальное, что не является… Но мир художника, конечно, это его картины, но все равно он субъективен, он не познаваем. Ну, картины выражают его личность. Он не познаваем. Да, нет, ну, его картины выражают его личность, его творческий почерк, его, так сказать, индивидуальность. Вот это ищут. Я сейчас работаю несколько автоматически, конечно, когда разговариваю. У меня, ну, сознание отключено, фактически. Но вот это хорошо или плохо? Мы можем просто… Просто-напросто я сейчас делаю механическую работу и прорабатываю вот этот фон, как я решил, голубым тоном, чтобы выделить главные части. Ну, а мы перейдем к фазе, ну, такой, когда ты будешь осознанно действовать. Или тогда ты должен… Трудно, трудно сказать. Да, тогда перестать разговаривать. Тогда я должен сконцентрироваться в себе и… Ты мне тогда скажешь, когда… Нет, я просто-напросто все равно буду делать вот этот голубой рябью фон в течение какого-то времени, чтобы… Это…